На стадионе инженерно-технологического лицея снова встретились звезды отечественного футбола с командой жителей Люберец. Это второй матч летней серии игр губернаторского проекта «Выходи во двор». Подробнее расскажет Богдан Колесников. Второй тайм. Перед началом гала-матча знаменитые российские футболисты поделились опытом с подрастающим поколением. Спортсмены вышли на поле с воспитанниками футбольных секций округа. Я жду хорошего футбола, что легенды будут играть с детьми, ну и что все хорошо проведут время. Моя мечта сыграть с Филимоновым и с Тихоновым. Футболисты осуществили мечту не только Никита Антошко, но и всех, кто принял участие в спортивном празднике. Мальчишки такие настроенные прямо на победу. Безкомпромиссная игра вперед-назад очень интересна. У них все впереди. Особенно понравился вратарь. Вот в последней игре это Досаев. Досаев. Хороший матч. Очень хорошо. Браво! Запомните его. Мне очень понравилось играть с легендами. Я вот играла сегодня с Филимоновым, там с Титовым, Тихоновым в команде именно с Оленьевичем. Они очень хорошо играют. Я также хочу в будущем играть. Многие начинающие футболисты мечтают добиться в спорте таких же высот, как и их кумиры. Но для этого нужно много тренироваться. У каждого из них есть шанс. Самое главное – заниматься и прикладывать максимум усилий, формировать характер спортивный. Поэтому, конечно же, все удачи, все впереди. Самое главное – это, опять же, их мотивировать, зарядить энергией. Настроение отлично. Самое главное – создать настроение детям, которые пришли на этот мастер-класс, которые полны энергии, радости, счастья. И самое главное – чтобы они занимались футболом. Перед началом гала-матча спортсменов и болельщиков поприветствовали почетные гости. Здорово, когда можно выйти именно во двор, спуститься на свой стадион. А этот стадион работает по также программе губернатора «Открытый стадион». Здесь наши земляки тренируются в любое удобное время, вечером, выходной. Двери этого стадиона открыты. Открыты, чтобы можно было заниматься спортом. Губернатор придумал этот проект для того, чтобы соединить наших детишек и легенд, легенд спорта, легенд футбола. Зимой – это легенды хоккея. И мы видим сегодня, спасибо вам всем, что праздник получается, праздник развивается. И, естественно, мы будем продолжать. Губернатор Московской области уделяет большое внимание популяризации здорового образа жизни и доступности каждому жителю региона заниматься любимым видом спорта. У подростков один из самых популярных – футбол. Легенда «Спартака» Андрей Тихонов – азарт детей понимает. Хотя и думает, что ребята не интересуются историей отечественного футбола. Просто хорошее настроение. Детишкам поиграть в футбол, не более того. Возможно, они нас, может быть, в интернете где-то видели. Я снимался в передаче с блогерами футбольной, есть передача. Они там видят, говорят, а вы снимали с той передачи? Я говорю, да, они оттуда знают. Это только родители могут нас знать. Оказалось, что юные люберецкие спортсмены знают не только нынешних футболистов, но и тех, кто защищал честь страны задолго до их рождения. И выйти на одно поле с каждым из них – большая честь. Заметно, что некоторые ребята очень-очень талантливые. И, как я очень часто говорю, хотелось бы, чтобы кто-то из люберец в будущем пополнил бы ряды наших лучших российских футболов. И каждому будет профессиональный футболист, но, тем не менее, если у него будет огромное-огромное трудолюбие и преданность к футболу, то футбол этого мальчишка будет. За звание лучших в матче с легендами футбола сразились жители округа. Первый гол люберецкой команде принес Константин Баранов. Я никак не обыгрывал, мне хорошую передачу сделали. Вот и все. Ребята играют с большим запасом, дают нам поиграть, поэтому все хорошо. Праздник удался, и мы получаем наслаждение и на поле, но и вне него, я думаю. Против таких профессионалов играть – одно большое удовольствие. Люберецкая команда боролась за каждый мяч, но легенды есть легенды. Игра завершилась со счетом 7-5. Футбольный матч собрал более полутора тысяч зрителей и стал второй по счету игрой летней серии игр проекта «Выходи во двор». Следующий матч «Легенд» проведут в Кашире. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал НРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова